Аллилуйя! Поздайте Господу славу! Спасибо большое за это слово! И я абсолютно уверена, что однажды прямо вот рядом с тобой будет стоять весь твой род. Аминь! Присаживайтесь. Потому что если начаток свят, то и целы. И то, что говорила Светлана, это очень важно и очень ценно. Аминь! Стены вокруг нашего рода поднимаем мы в духовном мире через молитву. И действительно, я думаю, что каждый из нас сейчас получил сердце обличение о том, что он недостаточно много молится за спасение своих родных и близких. Правда? И прими решение, что ты увеличишь время, когда ты стоишь в ходатайстве за свой род. Я имею в виду не только детей, не только мам, пап, но я имею в виду род. Все, что касается твоей родни, все, что касается вообще твоей фамилии. Поэтому, если начаток написано свят, то и целое. И нам очень важно, чтобы этот начаток, он был сильным, чтобы осветить целое. Потому что наш начаток, это мы с вами. Если ты здесь, то Бог смотрит не просто на тебя, но Он через тебя смотрит на весь род. Бог вообще смотрит через одного человека на все человечество. Аминь. Через Адам Он смотрит на все человечество. Через Иисуса на все человечество. И когда Он называет себя, Он называет себя Богом поколения. Абрама, Исаака, Иакова. Поэтому человек веры, который на самом деле избавлен от эгоизма, от того, чтобы только поправить свою собственную судьбу, он всегда думает не только о себе, но он думает в своем лице, обо всем своем роду. Поэтому очень важно, чтобы мы и род наш служили Господу. Мы и дом наш. Аминь. И когда Светлана говорила, я поняла, что многие из вас скажут, ну а если я еще не умею молиться, ну а если я еще не знаю, как это нужно делать, да? Ты должен понять такую вещь. Твое дело просто читать Слово Божье постоянно. И то, что ты читаешь Слово Божье, читай вслух. И это для начала будет твоя молитва. Просто читай Библию вслух. Делай это постоянно, делай это часто. Но многие хотят, читая Библию, обязательно все понимать. Я тебе могу сказать, не все ты поймешь, что там написано, но твой дух точно знает, что там написано. Твой дух понимает священное писание. Если душа, разум твой отстает очень часто, то написано, духом обновляются наши мозги. Поэтому питай свой дух. Все равно читай Писание, все равно поставь себе в календарь, возьми для себя это задание. Каждый день две главы Нового Завета, две главы Ветхого Завета и что-нибудь из псалмов, прославляющее Бога. И пусть это будет регулярно. Это уже будет твоей молитвой за твой род. Это уже будет молитвой за твой дом. А однажды придет это учение. В церкви есть хорошее служение, как молиться. Ты можешь пойти на Пенуэл. Приходите по понедельникам в 8 часов. Светлана со своей группой, они молятся как раз в офисе церкви. Вы научите молиться так, как она молится, как настоящий главнокомандующий, как воин. Связывать дела дьяволов и разрешать, чтобы была воля Божья на земле, потому что это наше право. Что я хочу немножко совсем добавить. Евреям 3.4. Откройте, пожалуйста. Евреям 3.4. Замечательная проповедь о том, чтобы были устроены два самых главных дома на земле для человека. Это дом Божий и свой собственный дом, в котором он живет. И в приоритете должно быть и то, и другое. Должен быть баланс, должно быть равновесие. Но написано здесь, в Евреям 3.4, что всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Так вот, под словом кем-либо, ты можешь смело подставить свое имя и фамилию. И сказать, мой дом устрояется мной. И это правда. Мы с вами заводим порядок в доме, мы с вами принимаем решение, что делать, как будет все. Но дальше написано, что устроивший все есть Бог. Знаете, о чем здесь речь идет? О том, что если мы уберем вторую часть из этого предложения и оставим только, что всякий дом устрояется человеком, или кем-либо, это просто человеком, то в этом доме не будет того счастья, порядка и устройства, о котором говорила Светлана. Но если этот человек устраивает свой дом на основании Божьих правил, Божьих принципов, Божьих ценностей, Божьих заповедей, то тогда это будет дом благословенный. Как нам на самом деле с вами это понять? Притча 24, 3, 4. Притча 24, стих 3, и позже мы прочитаем 4. Итак, мы поняли, что дом устрояем мы. Никто не с нас на эту ответственность. Правда? А то, может, ты ляжешь и скажешь, ну, раз Бог устроит, пусть Он все устрояет, а я буду на печке лежать, да, как Иванушка-дурачок, и ждать, что по щучьему велению, во имя Иисуса Христа у меня будет теперь счастье. Нет. Свой дом устроять будешь ты. Но устроять его нужно на Божьем основании. Вопрос, чем устрояется дом? Кто-то думает деньгами. Кто-то думает хорошими связями. Но Бог говорит, что дом устрояется чем? Мудрость. Мудрость. А чем утверждается? Разумом. Разумом. Оказывается, для того, чтобы было в доме устройство, чтобы в доме был тот самый порядок, о котором говорила Светлана, нам чего не достает? Мудрости. И Иаков нам говорит, у кого не достает мудрости, что ему надо делать? Просить у Господа. Просить у Бога. И дастся ему. Аминь. Бог говорит, это не страшно, что у тебя нет мудрости. Я знаю, как тебе ее дать. Тебе нужно обращаться за мудростью ко мне. Но знаете, так много людей думают, что они и без Бога мудрые. Они думают, что они и без Бога сами с усами. Я говорю, что вы нас тут еще учить будете? Вот у нас интернет есть. Он у нас в книжек сколько есть. И психология, и всякие разные науки, и институты. И они считают себя мудрыми. Но апостол Иаков очень хорошо определение дал мудрости, которая не основана на устроившем все Боге. Оказывается, самый лучший порядок – это божественный порядок. Аминь. Повернись к соседу, скажи, есть божественный порядок, а есть человеческий порядок. И очень важно, чтобы ты понимал разницу между божественным порядком и человеческим порядком. Что же такое божественный порядок? Здесь же у Иакова 3 глава. Мы откроем 3, с 13 по 18 стих. Открой вместе со мной. Иакова 3 глава, 171 страница Нового Завета. С 13 по 18 стих. Итак, чуть-чуть повторим. Всякий дом устрояется кем? Человеком. Но все устроивший есть Бог. Что для нас означает «Бог не хочу своего устроения, хочу, чтобы ты дал мне». Через что устрояется дом? Не руками и не лопатой. Слышите? Многие женщины думают, что все устройство в доме от рук. С утра до вечера моют, 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 чистят, стирают, стирают, гладят, варят, варят. Я не говорю, что это плохо. Но хорошо, чтобы к этому еще прилагалась мудрость. Аминь. Многие мужчины думают, главное мне работать, 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 копать, 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 сажать, собирать, собирать, собирать. Это тоже хорошо. Но хорошо, чтобы к этому прилагалась мудрость. Аминь. Итак, что мы здесь читаем? Ты считаешь себя мудрым? Классно. Иакова говорит, замечательно. Мудрый ты. И если ты разумный, докажи это. А как же доказывается мудрость? Давайте посмотрим дальше. Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрую кротостью. Аминь. И дальше. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но какая мудрость? Земная. Душевная. Бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там что? Не устройство. И все худое. Послушайте, мои хорошие. Бывали ли вы в разных домах и ощущали ли вы, что в некоторых домах есть устройство, а в некоторых домах не устройство. Ты приезжаешь в этот дом и тебе неохота в нем находиться. Почему? Потому что в нем все не устроено. И все там какое худое. Там клеенка лежит протертая уже до стола. Там какие-то худые накидушки на креслах. Там какие-то худые поласы. Там какие-то полы. И ты понимаешь, какой дорогой ходят люди в этом доме. Потому что она уже давно, краска протерлась. Ты понимаешь, что в этом доме, в отношениях какая-то сварливость. Что такое сварливость, скажите? Это же находит и все время бум-бум-бум-бум, денег мало. Что-то не мог, что ли? А еще там, знаете что, горькая зависть. У соседа уже давным-давно все стоит. А у тебя все еще никак ничего нету. Посмотри, 20 лет живем. И до сих пор, посмотри, вон уже у твоего одноклассника все есть. У этого все есть. Горькая зависть. Я, ты знаешь, я училась лучше нее в школе. Посмотри, она двоечница была. У нее все есть. Горькая зависть. И сварливость. И вот они ходят и думают, что они такие мудрые. Знаете, что вот эти вот сварливые люди, которые политика плохая, экономика плохая, все сволочи, все воруют, все предатели, все друг друга кидают. Он, Путин, уже сколько зажрался вообще сидит, что только у него нету. И вот они бу-бу-бу-бу-бу-бу. Телевизор смотрят. Зачем смотрят, не знаю. Потому что они с ним все время разговаривают. Ты зачем туда пошел? Ты зачем отсюда вышел? Ты что сделал? Ты что, дурак ты, что ли? Зачем тебе это надо было? Вот не знаю, чего он полез. И вот там все время, как сточная труба, как в осенний день копеек. Кап-кап-кап на мозги. Кап-кап-кап на мозги. Кап-кап-кап. Мужики из этих домов. Хоп! И на рыбалку. Ой, хоть в тишине посижу, отдохну маленько. Рыба-то. Да я вообще даже удочку не разматывал. Чего ты делал на рыбалке? Отдыхал. Или в машину спрятались. Или еще куда-нибудь. Там зависть. Там сварливость. Там неустройство. И там все худое. А знаете почему? Потому что мудрость у этих людей вовсе не божья. Какая она? Земная. Она душевная. Зато они смотрят рабыню из ауры. Ой! Ой! Как же он мог! Ой! Как же она могла! Рот еще не спасен. Какой там не спасен? Там еще только собирается рот. И одни разговоры. Слышала-то? Юрка-то изменяет Катьке. Знаешь, да? Это они про двоюродную сестру. Или там, а у тети. А ты знаешь, ой, вообще. У них же все тюрьма, кредиты. Ой! И вот знаете, сплетни, сплетню погоняя. Промыли кости всему роду. Вместо того, чтобы на эти сухие кости сказать, приди, дух от четырех ветров, дохни на убитых, и пусть оживут. Пусть мой дом возродится для Господа. Чтобы в их семьи пришло устройство. Потому что эти люди несчастливы в отношениях. Они несчастливы друг с другом. Они собираются за большими длинными столами, улыбаются и говорят, здравствуйте. Как только разбежались каждый. Ой, ты знаешь, сейчас я тебе все расскажу. Я сегодня была в гостях у Эпи. И на полтора часа подсели. Как ты не знаешь, Петька, в аварию попал. Да, три перелома, две гангрены, там еще что-нибудь. И вот они только носят и носят и носят. И вот этим неустройством, как какой-то заразой, поражается весь род. Аминь. А этого выгнали со школы. А этого, наоборот, зачислили. А эти не успели пожениться, уже ругаются. А у этих, ты знаешь, уволили с работы. А этого не повысили. А этого понизили. Нет там мудрости, сходящей свыше. Там мудрость земная, человеческая, душевная. Но самое страшное, она бесовская. И люди, которые поражены этой мудростью, делают свой дом без стен. Открытым для всех бесов. Открытый для всех демонов. А потом мы удивляемся, почему наши дети, они не хотят жить хорошо, праведно и честно. А потому, что дети наши раздражены вот такими домами. У этих детей раздражение на своих родителей. Не просто так в Евангелии написано, а вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Потому что отец, у которого нет мудрости свыше, а мудрость душевная, бесовская, он кроме раздражения ничего не приносит в жизнь детей. И эти дети вырастают и говорят, не хочу создавать семью. Эти девочки, которые раздраженные растут от отношений своих родителей, не хотят становиться мамами. Они делают аборты за абортами, аборты за абортами и приносят проклятие в свою жизнь через грехубийство. Потому что там зависть, сварливость, неустройство и все худое. Откуда это? Это же стих, который после того, что это мудрость, вовсе не Божья. И этот дом не устрояется Богом. Но знаете еще, что самое страшное? Они сами принесли в свой дом земную и человеческую мудрость, неустройство, а потом проклинают Бога. Когда приходит беда, когда приходит проблема, когда приходят болезни, какие-то ситуации, они говорят, где ваш Бог? Но разве ты попросил у Бога мудрости, чтобы устроить свой дом? Ты, конечно, старался устроять свой дом, но если ты просто кто-то, кто устрояет дом, то этого мало. Всякий дом устрояется кем-то, но все устроивший есть Бог. И я абсолютно уверена, дома, в которых главным устроителем является Бог, и вот это будут благословенные дома. Аминь. Где же нам взять эту мудрость? Послушайте, что написано у Иова. У Иова. Откройте Иова, 33 главу, 4 стих. Дух Божий создал меня. Знаете, первое осознание, откуда приходит мудрость к человеку, это когда человек смиряется перед своим Творцом и осознает своего Создателя, осознает своего Творца. Он приходит в Церковь, и он понимает, мне нужен тот, кто меня создал. Потому что тот, кто меня создал, знает точно, как я устроен. А вы знаете, от чего приходит устройство в жизнь человека? Вовсе не от внешних обстоятельств. Но если внутри человека все ложится по полочкам, если первый порядок в доме наведен внутри, вот тогда этот порядок уже естественным образом распространяется на все, что окружает этого человека. Потому что самый главный дом, который я должен устроить, это я. Когда у меня внутри есть мир, когда у меня внутри что? Чисто, выметено, мусора нет, хлама нет, вот этих вот старых вещей, которые провоняли поколениями, нет. Вот когда я внутри себя гармоничный, у меня все струны души, колки подтянуты, то и звучание я издаю какое? Красивое. А вот к такому звучанию обязательно приходит и устройство внешнее. Аминь. Но кто мой настройщик? Вот вопрос. Если Бог создал меня, и как здесь написано, Дух Божий создал меня, дать, значит, дыхание вседержителя и может дать жизнь в мои отношения в семье, в мой порядок в семье, во все поступки, которые я делаю. Дыхание вседержителя может давать мне что? Разумение. Помните, мы с вами что читали? Чем устрояется? Мудростью и? Разумом. Разумом. Где мне взять этот разум? Послушайте, дыхание вседержителя, оказывается, не просто согревает меня, там, ой, холодно тебе, сейчас я тебя подышу. Ха-ха-ха-ха-ха. Написано, дыхание вседержителя дает мне правильные мозги. Аминь. Аминь. Разумение. Потому что этим разумением я буду устроять свой дом. Этим разумением я буду устроить свои отношения с ближними. Этим разумением я буду воспитывать своих детей. Аминь. Аминь. Да, так нас приучила жизнь, что вот у стариков у них мудрость. Но что дальше Бог говорит? Дух в человеке и дыхание вседержителя дает ему что? Разумение. Не многолетние, только мудрые. И не старики разумеют правду. Послушайте, мои хорошие, кто из вас хочет до самых преклонных лет быть востребованным, чтобы дети приходили ко мне. Мам, дай советы. Мам, просто послушай меня. Ничего не говори, просто послушай. А я буду смотреть на твои глаза. Пап, дай мне сейчас, ну просто помоги принять решение. Не надо вот так или вот так. Я хочу тебе сказать, если ты думаешь, что тебе это принесут годы, ты ошибаешься. Человеческий опыт проигран против Духа Божьего. Аминь. Дух в человеке и дыхание в сидежителе дает ему разумение. Вот где мудрость, вот где сокрыто все устройство, вот где порядок в доме, вот где порядок в стране, вот где порядок на земле, вот откуда. Мы все ищем национальную идею, мы все ищем до сих пор что-то, какие-то программы, которые бы оздоровили наше общество. Но написано, Дух дает жизнь. Аминь. Дыхание в сидежителе дает разумение. Если бы наши начальствующие приняли мудрость Божию, сходящую свыше, в нашем обществе должно быть порядок. Аминь. Аминь. Потому что это порядок изначально сотворен был человеком для устройства и счастья. Слышите, что дает мудрость земная? Не устройство. А что дает мудрость Божия? Давайте вернемся в притчи, 24 глава, и продолжим. 24, 3, 4 стих. Что здесь написано? Еще раз запомним для себя. Мудростью устрояется дом и разум утверждается. А теперь смотрите, какой замечательный результат. и сумение внутренности этого дома чем наполняется? Всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Послушайте, оказывается, мудрость Божья, она отвечает и за преуспевание в моем доме. Аминь. Мой дом никогда не будет бедным. В моем доме никогда не будет недостатка. Ни в каком имуществе написано всяким. Скажи вслух всяким. Слушайте, не написано и секонд-хэнда все возьмешь. Написано драгоценным. Аминь. Ты не будешь тащить старую мебель, если только это не антиквариант. Твой дом скажи наполнится. Знаете, чуть я вам говорю, не ходи в церковь обчистят. заберут все, что есть. Будь внимателен, смотри, так все отбирай. Не ведись. А я тебе скажу, что если ты приходишь к Богу, не в церковь, а на встречу с Богом, потому что здесь Бога служения, то тогда твой дом во-первых, даст тебе умение, как там быть хозяином. Аминь. С умением, с мудростью Божьей, с разумением твой дом наполнится. Это означает, что у тебя будут полные закрома. Точила будут переливаться веном, не будет никакого недостатка, и в твоем законе будет много скота, и дети твои будут, как у новитых растений написано, наполнится всяким, драгоценным, и мне нравится прекрасное имущество. Аминь. Аминь. Это значит, люди будут бежать, и потом говорят, ну, можно я у тебя чай поплю? У тебя так классно, у тебя так хорошо, у тебя так все устроено, у тебя так приятно находиться, у тебя так прекрасно дома, у тебя атмосфера такая, как будто вот заходишь и просто от самой атмосферы исцеляешься. Аминь. Ну, просто вот охота быть и все. Знаете, у меня сейчас офис такой. Все, кто ко мне не заходит, просто можно посидеть как-то немножко. Я абсолютно уверена, везде там будет управленник. И офис, и дома, и любое место, которое начнет строить, любое дело с готовым возьмется, оно будет устрояться с мудростью от Бога, с разумением, оно будет наполняться всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Аминь. Это очень хорошее надевание. Возьмите его для себя, выучить его и просите у Бога мудрости, у Бога просите разумения, как устроить свой храм внутренний, как устроить через это свою семью, свой дом, как устроить церковь свою, как устроить город этот. Я знаю, что это мой город, я ответственна за него. Я, как священник в этом городе, ответственна, чтобы мой город стал голодом славы Божьей. Аминь. И я знаю, что Башкель это тоже мой дом. Поэтому, когда я смотрю на карту Башкили, я вижу ее цветущим самым Господом. Аминь. Мы должны почувствовать себя хозяевами на этой земле, священниками, которые берут в Бога мудрость, неземную, душевную, бесовскую, от которой не устройство и все худое. А мудрость, сходящую свыше. И что же это за мудрость? Какие у нее характеристики? Открой еще раз, Иакова, не дочитай до конца эту третью главу. Что там написано? Сносились первая страница. Мудрость, сходящая свыше, 17-й стих. Иакова 3, 17. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Знаете, что будет в этом доме? Чисто. Там будет чисто не только физически, там будет чисто морально, там не будет измен, предательства, там не будет вот этого ссора или мусора, когда люди рукаются и ссорятся. Там будет мир, потому что мудрость, исходящая свыше, какая? Мирная. Если ты на самом деле мудр, в Боге, послушай, в твоем доме прекращаются враждебные отношения. Это не место разбора, а это место мира. Какая она, эта мудрость? Она скромная. Она не кричит, я умный, слушай сюда, я знаю, как надо, сейчас я все разрую. Знаете, есть такие дома, там прям такие полководцы, чаще всего в юбках. и они прям уверены, что они все знают, как надо. Ну, она слышит, что настоящая мудрость какая? Скромная. Слышите? Она скромная. Поэтому в этом доме никто не будет говорить, я мудрый. Эту мудрость будет видна по плодам. Аминь? Потому что этот дом будет наполняться всяким, хорошим имуществом, и написано, что в этом доме обязательно будет что? Устройство. Она послушала. Знаете, что это означает? Люди не просто говорят, но еще и слушают друг друга. Они не просто пытаются доказать свое, а они прислушиваются к тому, что говорят люди, живущие в этом доме. Знаете, в чем проблема сегодня между родителями и детьми? Они прислушают друг друга. родители не прислушиваются к сердцу своих детей. Они не пытаются услышать их чувства, они не пытаются услышать их мысли. Мне показал это даже наш энкаунтер христианский. Слышите, родители? Вы не слышите иногда своих детей, а попли очень сильны. Их сердце очень уже израильно. Они не уверены, что они могут быть услышаны своими родителями. Как важно нам с вами научиться слушать и слышать, что говорят наши домашние и наши близкие. А мы очень часто слышим себя. Слушаем, как сказал. Пока другой человек говорит, ты думаешь, сейчас я еще чуть-чуть за гумент какой-нибудь найду. Пока он тебе говорит, опять, я сейчас еще этот аргумент найду, я все-таки переубеден. А Бог говорит, что настоящая мудрость, она слушает. 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 Будь скором на слышание, медлен на слова. мудрость, а если ты как говорящая радио, так охота сказать, где у тебя кнопка. Дай нажму. Медленно слова. Я ни разу видела суетливого мудреца. образ мудреца всегда такой ухо мудреца. Глаза не смотрят, чтобы не отвлекаться. Слушает. Слушает. И слушает. Потому что мудрость, ходящая свыше, какая ты? Послушная. Она любит очень послушать. Что там стучит в груди у человека? О чем? О чем? Что за его словами стоит? За его поступками, за его действиями? Она волна чего? Милосердия. Что это такое, скажите? Что это такое сердце милостивое? Милосердие. Когда сердце мое больше готово прощать, чем доказывать справедливость, милость, она всегда возвышается на чем? А суд откуда пришел? От закона моих нарушений. Если ты в своем доме не распространяешь милосердие, а утверждаешь закон, то тебе будет суд без милости. не оказавшим милости. Слышишь? Не надо сегодня после такой огромной цены на Голгофском листе, которому плачено за твоего мужа, твою жену, за твоих детей, устраив дома самосуд и судилище. человек милосердие, он может покрыть множество крови. Потому что его милость это отражение его веки. Аминь. Поэтому мудрость в семье, она что делает? Она не доказывает, что она права, она не живет по справедливости, она полна милосердия. Но почему здесь Бог не написал полна справедливости? Почему Он не написал полна закона? Мудрость, ходящая свыше, она полна закона. Она знает правила, на которых надо жить. Она вот точно скажет тебе, как надо. Знаете вот это, что такое? Знаете нет? Вот это. Это называется перст, указующий. А в 52-й главе очень четко написано. Вот когда ты перестанешь перстом своим указывать, вот тогда будешь восстановительным развалить, восстановительным путем идти. Хватит уже крести. На Голковском кресте уже все персты давно оправданы. Аминь. Поэтому мудрость, которой мы должны устроить дом, она должна быть полна милосердия. Ну и естественно добрых плодов. Ну как ни крути, но если ты мудр, ну должны быть у тебя добрых. Потому что Бог поругает, не бывает. Если ты на самом деле угождаешь Богу, Бог даст тебе результативность, Бог даст тебе плодоноскость. Не может может быть чтобы ты все делал положение, а у тебя никаких плодов результатов. Так не бывает, что посеет человек, кто не пожнет. Аминь. Поэтому не уги на истины. Значит тебе не достает мудрости. Если у тебя сегодня еще что-то в доме не дар, значит ты еще по-прежнему позволяешь бесам гулять по своему дому. Потому что ты распространяешь мудрость человеческую, она бесовская. От ее нет никакой поиски. Аминь. И самое последнее беспристрастно и нелицебианно. Что это означает? Нечто на свете. Нет у него лицеприятия. Не потому что тебе не нравишься. Я буду с тобой жить. Конечно. Очень важно чтобы мы с вами изучили вот этот момент. Потому что для устроения дома. Мудрость необходима. Мудрость какая? Божья а не человеческая. Где взять эту мудрость? Дух человека и дыхания себя жить и дает ему разумение. Аминь. И если на самом деле наша мудрость будет сходящей свыше, если разумение наше будет от Бога, то мой дом наполнится всяким драгоценным и прекрасным имуществом и устроится мудростью Божьей. Аминь. Давайте встанем. мудростью 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 мудростью